Дорогие гости гражданского форума, я, честно говоря, давно хотелось выйти со своим народом, подумать о том, как нам дальше быть. Сегодня здесь подняли вопрос о ведении частной собственности на земле сельхозназначения. А у нашего общества Таркинского этих земель вообще нет. Мы все забрали и до сих пор не возвращаем. Поэтому, согласно закону Федеральному земельному кодексу, земля – это неотъемлемая часть имущества общества. То есть, это наша собственность, на которой мы живем, на которой мы трудимся и за которую мы воюем сегодня. Согласно 131-м федеральному закону, сегодня в Республике Дагестан в месяце 2012-м году закончили административно-территориальное деление. То есть, за каждым обществом должны были закрепить их земли, независимо от формы собственной. Федеральные ли они, республиканские ли они, все земли должны попасть в ведение муниципалитетов. То есть, земля должна быть под контролем общества. Сегодня, игноривая все требования нашего общества, сегодня мы во всех селах равнины непосредственно. Знаем, что везде правы, везде губы, мупы разных форм правособственники на эту землю, и все они расположены на землях сельхозного значения. И сегодня эти земли используются не по назначению. Каждый из нас знает, что земля сегодня – это предмет торговли. Как только появилась цена на эту землю, все вернулись на эту землю, чтобы за счет его обратиться не работой, а продажей земли. Поэтому сегодня хотелось бы здесь сказать и обратить внимание руководства Республики Дагестан, что административно-территориальное деление на равнинных районах не закончено. Сегодня на этих равнинных землях произойдут очень большие столкновения общественности с личностями, некоторыми, которые, не учитывая, не взяв во внимание мнения самого общества, приватизировали их землю сроком на 49 лет. Сегодня же эти люди купят у нас эту землю. Если ведут право частной собственности на эту землю, ни у кого из нашего общества не будет такой возможности и нет такой силы, кто бы в слов купить эту землю собственность. Но испокон веков наши предки занимались земледелием. Всегда существовали арендные договора между обществами. Что хочется здесь сказать, я благодарен нашему народу, горским аварцам, торгицам, лахцам, которые ни одного квадратного метра своего никому не дали. А наоборот, за счет других земель они приумножили свою землю. И теперь за их обществами более земель, чем полагается этим обществом. Но мы потеряли свое джамладство. Мы потеряли, что такое общество. Мы забыли же. Мы думаем о том, что пришли, сели здесь, высказали и все. Но на наших плечах еще работа, которая предстоит нам. Эту землю нужно обрабатывать, на ней нужно работать. И надо установить, кто хозяин будет на этой земле. Ввиду того, что на равнине административно-территориальное деление не закончено, сегодня мы думаем, что те люди, которые хотят внести закон о внесении частной собственности на свою землю, хотят забрать у нас последнее, то, что осталось, на которое мы надеемся. Сегодня я представляю общественность ГИБУА. У нас живет более 7 тысяч. Но мы, тронкинское общество, 40 тысяч населения живет в этих трех поселках. У нас нет перспективы развития молодых семей, потому что негде строить домами. Нет земли у этого общества. У нас было 20 тысяч гектаров земли в 20-х годах. 44-х годах осталось 8 тысяч гектаров землеводного общества. А сегодня у нас абсолютно ничего нет. Поэтому я обращаюсь к руководству республики. Если она хочет навести порядок, если есть какие-то механизмы введения собственности, то первым делом нужно обернуть землю, обществу. У кого, сколько, за мной. Нам всегда здесь говорят, что кумыки постоянно подумают о церкви вопрос и чисто акцентрируют на себя внимание. Нету такого у нас. Мы общество. Мы тоже граждане Российской Федерации. Мы хотим, чтобы закон действовал на все роды одинаково. У кого что забрали, хотели бы обратиться, чтобы вернули этим общество все. А после этого пускай само общество решает. 131-й федеральный закон как раз таки дает право обществу контролировать и вести работу на своей территории. То есть четкое разграничение. Сегодня это российский 131-й закон, он вышел в 2013 году, его утвердили. Почти 90% Российской Федерации уже согласно этому федеральному закону, каждое общество ведет свое хозяйство, правосубъектность. Поэтому хочется сегодня от имени нашего таркенского общества обратиться, что закон о ведении частной собственности на эту землю рано его вводить. Пускай сам народ решает, как он поступает со своей землей. Потому что на этой земле этот же народ работает, на этой же земле этот же народ проживает, и за эту же землю этот же народ воюет. Когда придется драться или же воевать за эту землю, не те, кто сегодня хотят протащить этот закон о ведении частной собственности, их не будет. Они все уедут, а останется этот народ, который с оружием в руках уже придется отвоевывать, как-то оставить свое право. Поэтому вести сегодня частную собственность на сельскохозяйственные земли, это значит вести наше общество Дагестана в войну. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ